Tumblr-эра ассоциируется с космосом, нежными и немного загадочными фотографиями с пастельными фильтрами, кедами и узкими джинсами. Но у нее есть и темная сторона, мрачные истории про самоповреждения, скандалы и предательства. Можно ли окунуться в эту атмосферу с головой и выйти оттуда ментально здоровым человеком? У каждого своя история. Всем привет, меня зовут Дед Каору, и сегодня мы поговорим с вами о Tumblr-блогере с весьма сомнительной репутацией Акации или Акейши Керси. Акейша Бринли-Кларк – молодая девушка из Миннесоты, родилась в 1997 году. Завела свой Tumblr-блог в 2010 и вплоть до 2011 года была мало кому интересно. Однако внешность девушки была довольно мила, а загадочные невинные фотографии, отдающие атмосферой популярного в те годы образа Манник Пикси Дримгелл, в конечном счете начали приносить ей подписчиков. На момент становления популярной Акейше было всего 13 лет. Вскоре девушка начала отношения с довольно популярным Tumblr-блогером под ником Летинь, или, как его звали в реальной жизни, Джейком. Популярность Джейка принесла Акейше новую аудиторию и поклонников. Помимо молодого человека, у нее была лучшая подруга – Кассандра Эш. Акейша могла остаться обычной красивой девушкой с Tumblr, чьи фотографии-фейки выкладывали на свои странички в соцсетях. Но вскоре ее личность стала обрастать возмущающими аудиторию фактами. В результате она обрела своих первых хейтеров. Все началось, можно сказать, стандартно. Девушка выложила в свой блог фотографию с задранной майкой, показав нижнее белье. Под фотографией была надпись «Звоните по любому поводу». Именно после этого и началась травля в адрес девушки. Ее стали называть Аканта – от английского Кант «девушка легкого поведения» и отпускать шутки в адрес ее груди. Именно этот инцидент стал для Джейка поводом расстаться с Акейшей, хоть девушка и отрицала, что фотографии выложила она. По ее словам, это сделал ее одноклассник. После, с целью избежать большой волны хейта, девушка сменила URL своего профиля на «Call me giraffe», что стало ответом тем, кто сравнивал ее внешность с этим животным. Однако на этой истории провокационное поведение Акейшей не закончилось. Она продолжала постить слегка откровенные фотографии. Также прошел слух, что она имела сексуальный контакт с неким парнем прямо в кинотеатре. Все эти вещи определялись пользователями как непотребное поведение. И вскоре за Акейшей окончательно закрепилась репутация распущенной девушки в глазах интернет-аудитории. После 2011 года эра Тамблера с его горизонтальными фотографиями начала угасать, и на смену ей пришла эра вертикальных фотографий. Акейша шла в ногу со временем и подхватила новые тренды. Начала одеваться больше, как пацанка. Рубашки, кепки у девушек в те времена стали пользоваться особой популярностью. Однажды Акейша решила, что достаточно популярна для фан-встречи и решила собрать ее в одном из крупнейших торговых центров мира – Молли Америки. Фан-встреча закончилась провально. На нее пришла только одна девушка. Акейша была разбита. Но все же девушкам удалось найти контакт и даже подружиться. Этим же вечером, видимо, под влиянием событий, Акейша выпила несколько шотов водки и вместе с новой подругой запустила тайний чат. Это веб-сайт, который позволял общаться с помощью видеочатов, а также создавать комнаты для совместного просмотра видео. Акейша запостила ссылку на свой стрим в Tumblr около 80 раз. После она также выложила в блог несколько скриншотов легкого эротического характера с веб-камеры. Этого оказалось достаточно, чтобы репутация девушки легкого поведения закрепилась в сознании людей. То, что Акейша пыталась привлечь внимание откровенными фото, неудивительно. В то время подобные около эротический контент встречался на страницах многих девушек, да и отношение к женщинам в интернете и за его пределами было более мизогинным. Тогда фигура и лицо были главным оружием, которое помогало добиться популярности и ценились выше, чем талант. И хоть Акейша и купалась в комплиментах, рискну предположить, что повышенное внимание к внешнему виду повлияло на ее самооценку и заставило ее думать, что внешность чуть ли не единственная, что она может предложить этому миру. Лучше не оставлять такие, казалось бы, незначительные проблемы без внимания, ведь они могут повлиять на дальнейшую жизнь. К слову, я пыталась встать на терапию по вопросам самооценки, когда мне было 23 года и даже сходила на несколько сессий. Но быстро поняла, что что-то не то и метод терапевта мне не совсем подходит. И хотя после сессии я и чувствовала облегчение, у меня не было ощущения, что я решаю проблему. В итоге терапию я бросила и решала свою проблему несколько лет самостоятельно. Терапевта я искала через знакомых и других вариантов, которые бы меня устраивали, в том числе финансово, не было. Поэтому и было принято решение разбираться с самооценкой самой, хоть это и было очень трудно. Да, у меня получилось, но это заняло не год и не два. Найти своего специалиста очень важно, но не всегда получается сразу. Неудачный опыт терапии не всегда значит, что вам попался плохой специалист. Порой вы можете просто не сойтись по темпераменту или взглядом на терапию. А вот сервис Ясно дает возможность подобрать сразу несколько психологов, почитать про их образование и подход к терапии. Это дает возможность выбрать наиболее подходящего специалиста, учитывая все факторы. Ясно проводят тщательный отбор специалистов, так что вы можете быть уверены, что выбираете своего человека из квалифицированных терапевтов. Все психологи Ясно подписывают этический кодекс, который исключает любую дискриминацию, так что вы можете быть уверены, что сессия пройдет в рамках этики. Но если после сессии вы поймете, что специалист вам не подходит, вы всегда можете поменять его в личном кабинете. И для этого не нужно писать всем своим знакомым с просьбой посоветовать психолога. Регистрация на сервисе займет у вас всего несколько минут, а по моему промокоду КАОРУ20 вы получите скидку в 20% на первую сессию. Важно ввести промокод до бронирования первой сессии, только тогда он сработает. И помните, что все ваши проблемы важны и имеют право на существование. Итак, повышенное внимание заставило Акейшу думать, что она может добиться большего как блогер, и она активно стала смотреть в сторону ютуба. Тогда и начались первые попытки Акейши в музыкальный контент. Она начала записывать каверы и сменила образ на более мрачный и готический. Акейша знала по прошлому опыту, а именно по отношениям с Джейком, что нужные связи могут принести популярность быстрее. По этой причине она оставила свою лучшую подругу Кассандру и начала вливаться в ютуб-тусовку. Кассандра позже напишет, что от таких людей, как Акейша, лучше держаться подальше. Девушка познакомилась с Линдси Демиолой, популярным тамблер и ютуб-блогером, которая, в свою очередь, представила ее Сэму Паторфу и Киану Лоули, который впоследствии станет актером. Он сыграет в сериале «Хейтерс» и в таких фильмах, как «Матрица времени» и «Зак» и «Мия». У Сэма и Киану был совместный канал, который назывался «Киан Сэм 13». Также они вместе были частью канала «Our Second Life» или, как его знали, «O2L» вместе с другими ютуберами. Ребята в то время, а именно в 2012 году, только набрали популярность, но уже полюбились многим. Тогда им было по 17 лет. Очарование Акейши быстро подействовало на Сэма, и вскоре они начали встречаться. Ради него Акейша даже бросила своего тогдашнего парня, Зака. Было довольно-таки очевидно, что Акейша встречается с Сэмом из-за того, что он крутой ютубер и горячий парень. Это было очевидно и Киану, на которого, по слухам, Акейша также имела виды. Киану считал Акейшу поверхностной, и ему не нравилось, что она не любит Сэма просто за то, что он есть. Но, как говорила сама Акейша, если бы Сэм не был крутым ютубером, они бы никогда не познакомились. А также, что его статус и внешность для нее очень важны. Вероятно, у Акейши и Сэма были взрослые отношения. Киану на это смотрел скептически, ведь Акейше было всего 14. Однажды девушка написала в твиттере HiTroy, и Киану ответил, что Трой – это имя органа Сэма, и что для 14-летней девушки шутки такого рода неприемлемы. Именно по причине нелюбви Киану к Акейше друзья рассорились, а на девушку обрушилась новая волна хейта, уже от фанатов Сэма и Киану. Но и с Сэмом отношения долго не продлились. Он начал встречаться с Линси, которая их познакомила, чем сильно разозлил Акейшу. После Акейша начала постить фотографии со следами от селф-харма. Аудитория восприняла это как манипуляцию в сторону Сэма и Линси. Но для многих было очевидно, что девушка просто растерапала руку, и никакого селф-харма, даже показательного, не было. Но Акейша придерживалась своей версии. На этом конфликте и закончилась эра тамблера Акейши, поскольку его взломали. И она стала известна в других соцсетях – Твиттере и Нельзя грамме. Своих фанатов она называла котята, так как эксплуатировала кошачий образ в фотографиях. Ее известность росла, она даже начала активно сотрудничать с Тако Белл и получать от них бесплатную еду. В то время Акейша начала обвинять окружающих в том, что делала сама, а именно в дружбе ради популярности. Даже девушки из Girl Squad, группы, которые создала Акейша, попали под раздачу и были обвинены в том, что используют общение с Акейшей в своих целях. После расставания с очередным парнем Акейша, которая и сама занималась музыкой и даже с 2013 года имела собственную группу Watercolor, начала мечтать встречаться с музыкантом. Ей очень нравился Коди Симпсон, и с помощью своего твиттер-аккаунта она пыталась заставить своих фанатов думать, что они близки. Однако нет уверенности, что они были хотя бы знакомы. Акейша начала активно носить мерч различных музыкальных групп и пытаться стать частью чего-то окружения, особенно One Direction и Five Seconds of Summer. Она писала, что на концерте первых переглядывалась с Гарри Стайлзом со сцены, но именно с последней группой связан весьма шокирующий инцидент. Девушка выставила фотографии из дома, где проживала группа, и в тот же день участники сообщили, что кто-то взломал замок и проник в их дом. Вероятно, молодые люди заочно знали Акейшу. Двое из них были подписаны на ее твиттер, но близких отношений никогда не имели. Вранье Акейши на этом не прекращалось. Например, она утверждала, что будет работать моделью для Брэнди Мелвиль. Она часто носила эту марку одежды. Она даже выставляла фотографии с мероприятия, но пригласила туда себя сама. Это подтвердила одна из моделей. Брэнди не выставляла никаких фотографий с Акейшей, что подтверждает несостоявшееся сотрудничество. В 2013 году на Дигги Фесте Акейша выступила со своей группой синглом Stick Around. Это была их единственная песня на тот момент. По словам очевидцев, Акейша спела очень плохо, ее голос был не такой сильный, как на записи. В заявлении на выступление она написала, что ее группа играет в стиле панк, но на самом деле это был поп. Да и в принципе популярность группы поддерживалась лишь фанатами Акейши. Группа даже получила 10 место в топе iTunes, поскольку фанаты покупали сингл. Однако место в рейтинге было быстро потеряно. Уже через два дня сингл опустился ниже отметки 100. На фестивале девушка пыталась познакомиться с несколькими музыкантами, а также поздороваться с Киану, но в ответ получила лишь игнор. Когда Акейше было 17 лет, она познакомилась на фестивале с Джайрусом Керси, солистом музыкальной группы A Life Like Me. Ему было 23, и он был помолвен с девушкой по имени Оливия. В ближайшее время пара должна была съехаться. Они расстались за две недели до переезда, поскольку у Джайруса появилась другая. Это была Акейша. В 2015 году, когда Акейше было 18 лет, они с Джайрусом поженились, и пара объявила, что ждет ребенка. В 19 лет девушка родила дочь, ее назвали Бринли. Аудитории Акейша казалась хорошей матерью. Многие думали, что она оставила разгульный образ жизни и нашла для нее иной смысл. Девушка очень быстро забеременела во второй раз, и через год после Бринли родила вторую дочь, Розмари. Именно тут начались странности в поведении Акейши. Розмари родилась нездоровой. У нее был обнаружен синдром Алла-Жиля. Это генетическое заболевание, в результате которого деформируются желчные потоки в печени. Болезнь также отражается на работе сердца. Пользователи интернета начали замечать, что Акейша не просто отдает предпочтение старшей дочери, но и предпочитает заботиться о ней больше. Она писала, что ей тяжело носить рози на руках, поскольку у нее болит спина, но это не мешало ей носить на руках Бринли. Некоторые замечали, что у Рози очень длинные ногти, которые Акейша не подстригает. Сама Акейша говорила, что Рози предпочитает носить ногти длинными, хотя та была еще младенцем. Бринли всегда была хорошо одета, в то время как Рози носила только комбинезоны. Волосы Бринли всегда были расчесаны, чего не скажешь о Розе. Позже Акейша стала брить Рози и утверждала, что поддерживать порядок на ее голове слишком сложно. В 2020 году Рози попала в больницу с целью проведения операции на открытом сердце. В свои полтора года она весила меньше 5 килограмм и только в больнице набрала здоровый вес. В этом же году после операции семья поехала в путешествие. Многие осуждали Акейшу, что после операции, да еще и в ковид, она повезла ребенка в горы. Но больше всех смутило, что Рози была одета не по погоде. Кто-то из подписчиков написал Акейше, что было бы неплохо купить Рози носки, но девушка ответила, что в этом нет смысла, она постоянно их снимает. Многих смутило и разное отношение к детским праздникам. Первый год Бринли родители отметили с большим размахом, в то время как Рози большого праздника не дождалась. Ведь она, по словам Акейши, еще ничего не понимает. Но девушка отметила, что в семейном кругу они съели торт, а также что Рози получила много игрушек в подарок. Акейша проводила игровые стримы и один из них вызвала аудитории много вопросов. На фоне был слышен плач Рози и Акейша не сразу, но пошла проверить, что с дочерью. Позже она вернулась как ни в чем не бывало и сказала, что на Рози наступила их собака, которая была довольно крупной. Такое отношение к ребенку возмутило зрителей. Невнимание к детям также углядела одна из пользовательниц Твиттера. Она увидела, как Акейша, отдыхая на траве с детьми рядом с небольшим трейлером, оставила их одних без присмотра у дороги, чтобы отойти и сделать селфи. Если говорить про семью Акейши, то многие находили ее довольно специфичной. Старший брат девушки, Кеган, страдал аутизмом. Второй брат, Пейтон Кларк, был актером канала Disney и даже снимался в сериале «Эйфория». Ее младшая сестра – удочеренная афроамериканка. Часто, выставляя в соцсеть с картинками младшую сестру Малею, Акейша подчеркивала ее происхождение. Например, под одной из фотографий, где девушка ест жареную курицу, написала «Темнокожие люди и их курица». Также за ней замечали употребление слова на букву «Н», за что в 2020 году девушка извинялась. Отец Акейши, Ричард Кларк, был фотографом и часто фотографировал детей в весьма двусмысленном амплуа, из-за чего многие подозревали его в нездоровой любви к ним. Также он активно работал с подростками 14-16 лет, и многие из них обвиняли его в непотребном поведении по отношению к ним. Бывшие девушки Пейтона, старшего брата Акации, говорили, что Ричард часто флиртовал с ними. Одна из них, Британи Пристин, даже сняла в 2021 году несколько тиктоков про приставания Ричарда. Она рассказала, что в 2013 году, когда она была девушкой Пейтона, он открыто признавал, что его привлекают 14-летние. Британи ответила, что он не должен признавать такие вещи. Ричард же сказал, я не должен это делать, но я могу думать и хотеть. Он заставлял девушек фотографироваться Нью, а после продавал фотографии менее чем за 3 доллара. Британи вдохновила рассказать свою историю и Рен Каю, которую фотографировал Ричард. По словам девушки, в 15-16 лет она приехала в Лос-Анджелес с желанием стать актрисой. Она наняла Ричарда как фотографа для своего портфолио. В то время в семье Рен случилось горе. Девушка потеряла отца, о чем рассказала новому знакомому. Ричард сразу же использовал эту информацию против нее. По словам девушки, Ричард сказал, что постарается присматривать за ней как отец, и для юной Рен это очень много значило. Ее доверие к мужчине было безграничным. Именно поэтому, когда Ричард стал предлагать более сексуальные позы для съемок, девушка не отказала. Ведь она была уверена, что он не сделает ничего, что причинит ей боль. О деталях инцидента вы можете узнать в дополнительных материалах на моем бусте, поскольку такая информация точно не для ютуба. Оказалось, что бывшая жена Ричарда Мелисса обо всем знала. Именно история Британи заставила ее подать на развод с мужем в 2014 году. А после того, как информация была обнародована, Акейша, для которой произошедшее стало ударом, решила перестать выкладывать в социальные сети своих детей, включая новорожденного сына Калиопи. Девушка писала, что ей тяжело смотреть свои детские видео, и она жалеет, что Ричард является ее отцом. Причины для упаднических настроений на этом не закончились. Муж Джайрус перестал заниматься музыкой и начал продавать кушетки через маркетплейс Фейсбука. История с Ричардом, а также проблемы в семье, стали для Акейшей причиной оставить деятельность блогера. Она официально объявила в соцсетях, что заканчивает свой путь интернет-инфлюенсера. По ее словам, эта профессия нанесла большой удар по ней и ее семье, а также не дает ей уверенности в финансовой стабильности. В планах Акейши был переезд в Орегон, где Джайрус будет работать, а она сидеть с детьми, ведя небольшой бизнес для души. Оказалось, девушка ушла из интернета насовсем, но позже она вернулась с новостями. По слухам, Джайрус никогда не был верен Акейши. Еще в 2015 году пользователи говорили, что у него репутация изменщика, а также, что он осознанно спал с девушками без защиты и заражал их венерическими заболеваниями. В конце 2022 года одна девушка выложила фотографию Джайруса в своей постели. Его можно было опознать по характерным татуировкам. Девушка говорила, что он упоминал, что женат, но не упоминал, что у него есть дети. Сам Джайрус обвинил девушку в насилии, говорил, что он был пьян и не мог сопротивляться. Позже девушка удалила фото и извинилась за распространение слухов. Акейша же подтвердила, что разводится с Джайрусом, но не подтвердила факт измены. Детей в социальных сетях она не показывает, как и обещала. Ее часто спрашивали, где дети. Она говорила, в безопасности со мной. Однако многие подозревают, что у Акейши и Джайруса совместная опека над детьми, и молодая мама часто предоставлена сама себе. Слухи, что дети Акейши не всегда с ней, также подтверждаются тем, что недавно она решила снова оставить в соцсети, поскольку уходит на рехаб. Судя по последней сториз, у нее уже давно есть проблемы с веществами, и ей нужно пройти лечение. Неизвестно, принимала ли Акейша запрещенные препараты во время беременности. Пока она все еще активна в социальных сетях. Как будет дальше, покажет время. На этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Я очень прошу вас подписаться и поставить колокольчик, чтобы меня не терять. Также попрошу вас поставить лайк и оставить комментарий. Эти простые действия очень помогут мне в продвижении канала. А еще у меня есть бусти, и на этой платформе меня уже поддерживает несколько потрясающих людей. Напомню, что в том числе благодаря спонсорам контент выходит регулярно. Их ники вы можете видеть на экране. Отдельную благодарность выражаю с Эдна Стян за донат. Я очень жду вас в своем телеграм-канале. Там я делюсь своей жизнью, обсуждаю с вами комментарии на ютубе и многое другое. А еще у меня есть тикток, который я не забросила, и обязательно вернусь туда с новым контентом. Еще раз всем большое спасибо и до встречи в следующем видео.